Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях непосредственные участники событий в Новохоперске, протестующие против добычи, разработки никеля в Воронежской области. Это Игорь Житинев и Владимир Скобелин, казачий атаман. Спасибо, что приехали. Спасибо вам, что пригласили. Простой вопрос. Не страшно после того, как вы ввязались во все это? Мы с первых дней знали, куда идем и на что идем. Все я знал, семья моя прекрасно понимали. Серьезность вопросов. Вы обсуждали с семьей? Конечно, с первых дней. Даже дочь у меня семилетняя. То есть вы с дочерью посоветовались? Да. Как это было, вспомните? Собрали семью и обсудили это что-то. Владимир, вы живете километров тридцати от возможно планируемого места разработок. Тридцать семь. Тридцать семь километров. Как вы решили тоже участвовать? То есть был какой-то момент принятия решения? Конечно, было. Ну, всех был принять свое решение. То же самое советовал с семьей. Первая мысль, которая приходит к разумному человеку, это бежать. Правильно? Ну, правильно. У всех это мысли, со всеми разговаривал, все так. Ну, потом, минут через пять эта мысль ушла. У меня взрослая дочь. Взрослая дочь 29 лет, внучок 2 года. Они живут тоже рядом? Они живут рядышком со мной, да. У меня была возможность, допустим, в Болгоград переехать. Материально нормально все было. С дочкой первой сказала, Марина, давай, вы уедете, обоснуйтесь, а мы с женой докормим стариков и к вам потом переедем. Буквально через полчаса уйдя домой, она мне ответила, нет, папа, мы без тебя никуда, мы остаемся. Ну, папа уже все, соответственно, с этой минуты началась борьба. Какое отношение полицейских, которые там же живут, то в принципе там же, они тоже местные, они же не привезенные. Вот к вам как там агрессия или… Нет, агрессии нет. Они прекрасно так же понимают, какая опасность. Долг свой не исполняют, ну… Понимаете, мы все, можно сказать, заложники этой ситуации. И мы как, кто как может, так и выходят из этой ситуации, понимаете. Не мы же пришли к кому-то, да, к нам пришли. Тема Никеля показала, кто есть кто. Казалось бы, в мирное время, и мы увидели, кто рядом с нами. И люди, вот я вчера буквально по городу смотрю, люди вдохновленные некоторые идут, он подходит ко мне и говорит, все, я теперь знаю, кто рядом с нами. Вот тут вчера человек подошел ко мне, кто рассказал. Вы знаете, приезжаешь в двор, да. У кого-то думаешь, что он там оказался. По городу идешь, вот там, кто с бутылкой пива идет, у кого-то там своя какая-то в голове идея, там, что-то где-то. Ну, в глазах пустота. А вот туда приезжаешь, ну, когда собираются люди, единомышленники вот против этого. Вот вы не представляете в их глаза просто смотреть. Это совсем другое. Уже без этого вот… Я без этих людей уже жить просто не могу. Какова позиция священнослужителя в этом конфликте? Вот я смотрел в интернете съемку, там среди противников был какой-то священник. Вот расскажите, пожалуйста, как у вас церковь поддерживает этот протест или что странно или нет? Кто был этот священник? Церковь старается не очень вмешиваться в это, хотя поддерживает. Молитвы читают. Открыто участвуют, не участвуют. Вот этот священник, который был, он принадлежит к русской православной церкви за рубежом. Ну, живет в Новохоперском районе, приход у него свой есть. Молитвы читают наши, обыкновенные, православные. Мы все православные, слава тебе Господи, что проблем в этом нет. В храмах? То есть во время службы или… Да, вот в нашей Волгоградской области во время службы в храмах читаются молитвы. Ну, слово «никель» не упоминается, а… О спасении земли. О спасении земли. Прихоперская молитва читаются ежедневно. В воскресенье там был священслужитель во время вот этого штурма? Нет. Назовем это так, не было? Не было. Нет, давайте мы называем все своими именами. Штурма там не было. Хорошо, как назвать это мероприятие? Это просто выплеснулся людской гнев. Ну, на самом митинге было порядка около четырех тысяч. За ограду, кстати, незаконно установленную, и предписание было суда, до седьмого числа этот забор нужно было убрать. Ну, тысячи-полторы, наверное, участвовало в этом. Вы хотите к рок-фестиваль перевести, да? И рок-фестиваль. Рок-фестиваль, да. Ну, сейчас вот уже чем начали заниматься, у нас, ну, Урюпинск, как бренд, он раскрученный. Ну, там, слава Богу. Кто-нибудь в Урюпинске не знает Россию. Урюпинск она дает само за себя. Ну, вот сейчас попытаемся как-нибудь соединить Урюпинск с Новохоперского. Ну, планы есть, там и сплав по хапру от Новохоперска до Урюпинска. Ну, еще. Скажите, вот казацкую форму меня всегда интересовало. Вы ее как-то покупают или ее сами шьют? Откуда она? Ну, она лучше национальная. Каждый казак вообще по закону, по казачьему, он себе справляет сам. Вот вы сами шились? Я ношу майку, что вольный казак, а носить справу, я считаю, я пока не достоин. В гражданской жизни, вот расскажите в двух словах, вы индивидуальный предприниматель Владимир Розенков. Что у вас за бизнес? Коротко. Бытовое обслуживание. Это фотографии, изготовление сувенирной продукции. У вас маленький магазинчик, но какая-то комнатенка. Ну, почему комнатенка? 170 квадратных метров комнатенка, это хорошее. Все там размещается, все есть. Сколько у вас сотрудников работает? Шесть. Я седьмой. Уписок вопросов, два экземпляра. Вы читайте, пожалуйста, по очереди вслух и отвечайте. Любимая детская книга? На сходу. Ну, то много было детских и сейчас мы с крестиной. Смотри, в каком возрасте? Ну, в раннем возрасте. В раннем возрасте, доктор Айболит мне почему-то нравился. Потом не знает. Не знает. Точно. Ездишь и ты на лошадь, падал ли ты с лошадь? Ну, не чувствую. У вас есть лошади вообще в хозяйстве? Сейчас нет. В хозяйстве, конечно, нет. Раньше в детстве вообще конокрадом был жутким. Я ходил в лошади, провал. У нас про нас целое легенде складывали. У нас там такие приключения были. У кого здесь лошади украдешь? И куда? И по городу. Эх, милиция. Все в разные стороны. Папироны, массаж, маски. У нас вырезали глаза, мело обводили. Это вы в кого играли? Мы не играли, мы. Дух такой был. Представляете, по степи промчаться. Я скажу про себя, как я себя казаком осознал. Я не знаю, с самого детства все это было, наверное, заложено. Казаком и казаком. Вот хотите верьте, хотите нет, в армию когда призвали. Ну, я смотрю, все там пишут. Это просто национальность. Там же многонациональная была армия у нас в то время. Ну, я посмотрел. Ну, а я кто? Я написал. Казак. Потом все переписывал. Что из происходящего в мире за пределами Воронежской области вас интересует и, например, возмущает? Вот там Америка, я не знаю, Европа. Что волнует? Побытия в Сирии. Меня больше волнует Америка, что вмешивается куда надо и не надо. Что-то как-то они себя ведут не по делу. Какое они имеют право там вмешиваться, допустим, в дела той же Сирии или куда бы то ни в Воронежской А Россия может вмешиваться против России? Нет. Нет. Вмешиваться никто никуда не надо. Надо просто, если там стал какой-то вооруженный конфликт, может быть там раздвинуть стороны и дать им помириться. Чтоб не было кровопролития. Ну, люди должны решать свою судьбу сами. Просил вас договориться о какой-нибудь песне, которую мы закончим. Как ни с вами мы не договаривались. Как-то мы это все... Выберите сейчас сходу. Да что я выберите. Люба, братцы, жить. Да? Да и все. Что я верю. Да? Люба, жить. На этом наша передача ухода на небольшие летние каникулы. Всего вам доброго, а вам успехов. Спасибо. А нам тоже удачи.